Всем огромный привет и добро пожаловать на канал Хоба Гивилей. В сегодняшнем видео я расскажу вам интересные факты о дополнении жизни на острове. Усаживайтесь поудобнее, ну а я начинаю. Факт номер один. Город Сулани. Именно так будет называться новый городок в этом дополнении. Он будет состоять из трех районов и двенадцати участков. Факт номер два. Данное дополнение принесет в игру две черты характера, а именно Дитя острова и Дитя океана. Персонажи с чертой характера Дитя острова будут получать удовольствие от того, что они убираются на острове и следят за его чистотой. Персонажи с чертой характера Дитя океана будут получать удовольствие от погружения, плавания в море и рыбалки. Факт номер три. Дополнение жизни на острове принесет в игру новую карьеру, которая будет называться эколог. Описание профессии эколог звучит так. Вы смотрели документальные фильмы о природе и знаете в какой опасности находится планета? До просвещения общественности, до проведения исследовательской экспедиции. Вы действительно хотите изменить ситуацию? Изменения не продержатся слишком долго, но продолжайте в том же духе и ваша тяжелая работа может привести к процветанию экосистемы. Первая стадия в карьере эколога это экологический менеджер и морской биолог. Факт номер четыре. Можно будет нырять с аквалангом, фотографировать морских жителей и охотиться на рыбу с помощью гарпуна. Подводного как такового мира нет, как это было в Sims 3. Для того, чтобы ваш персонаж нырнул под воду, нужно будет нажимать на буйки в определенных местах. И персонажи проваливаются в кроличью нору. Факт номер пять. Дополнение жизни на острове принесет новую жизненную цель, которая будет называться бич-бамп. Это можно перевести как островной бомж. Симы с этой чертой характера будут любить спать на пляже и вообще наслаждаться жизнью без забот. Факт номер шесть. Дополнение жизни на острове принесет две новые черты для участков. А именно океанский рай и без удобств. Черта характера океанский рай больше подойдет для пляжа, а черта характера без удобств больше подойдет для разваленного домика. Где-нибудь в горах. Факт номер семь. В дополнение жизни на острове появятся новые магазинчики с едой. С местной едой. Где жители смогут продавать рыбу и другие морские деликатесы. Такие магазинчики есть и в других дополнениях. Просто здесь они будут стилизированы под морскую тематику. Факт номер восемь. С дополнением жизни на острове в игре появятся новые животные. А именно дельфины. Но к сожалению дельфинами управлять будет нельзя, с ними можно будет только взаимодействовать. И с дельфинами есть вот такие действия. Поговорить с дельфином. Попросить обрызгать. Обрызгать дельфина. Покормить дельфина. Прогнать. Также когда у вас с дельфином наладится отношение, появятся новые действия. Такие как приручить дельфина, сделать трюк и дать имя дельфину. Также когда ваш персонаж будет находиться на воде, у него будут определенные действия. Плавать здесь. Плавать вокруг. Плыть обратно. Позвать лазурного дельфина. Спать и загорать. Разумеется где дельфины, там и русалки. И это факт номер девять. В игре с дополнением жизни на острове придут новые мифические существа. А именно русалки. Русалку можно будет создать в режиме создания персонажа. У нее будет так же как и у вампиров и инопланетян две стороны. Одна мифическая, вторая человеческая. И каждую из этих сторон вы сможете хорошенько кастомизировать. На русалах появятся определенные прически, различный цвет хвоста, а также новые расцветки глаз. Факт номер десять. Действующий вулкан. На острове Солании будет действующий вулкан, который время от времени будет извергаться и давать вашим симам повод для волнения. Также ваш сим сможет на ограниченное время получить способность, похожую на те, что персонажи получают, если в них несколько раз ударит молния. Также из-за вулканической активности ваш участок может загореть. А если ваш персонаж попытается повзаимодействовать с лавой, он может загореться и умереть. Факт номер одиннадцать. Касается русалок. Вместо гигиены русалки должны будут заботиться о гидротации. То же самое было и в The Sims 3, когда у русалок не было гигиены и им нужно было плавать, чтобы чувствовать себя хорошо. В The Sims 4 будет то же самое. Ну а теперь перейдем к магическим способностям русалок, а они у них есть. И это факт номер двенадцать. Русалки будут обладать магическими способностями, а именно, они смогут укладывать чужих симов спать, призывать дельфинов и приманивать рыб для рыбалки. Факт номер тринадцать. Как было показано в трейлере, можно разыгрывать загорающих симов, из-за чего их загар будет испорчен. Премьер пойдет в полоску или форму сердечек. Факт номер четырнадцать. Гидроциклы и лодки будут разбросаны по острову, позволяя перемещаться по воде без необходимости. Плавать. Но вот будут ли они в режиме строительства, пока неизвестно. Но то, что эти гидроциклы будут в режиме отладки, это и так понятно. Пятнадцатый факт не совсем приятный факт для тех, кто ожидал чего-то крутого от дополнения. Например, изменение воды в других городах. Нет. Как и ранее говорили разработчики, то плавать можно будет только в одном мире. Но мы не отчаиваемся и ждем мод, который позволит открыть водное пространство и для других городков. Разумеется, такой когда-нибудь-то появится. Ну а это были все факты на сегодня. Если не хотите пропустить новую подборку интересных фактов, то не забудь подписаться на канал, а также поставить лайк этому видео. Ну а с вами был Сергей, и это канал Хабагивили. Всех люблю и всем пока-пока, мои хорошие. Пока-пока. Пока-пока.